Я думаю, что нужно уже начинать, а то в коридоре вы можете как войти, когда мы начнем, опять же. Я приглашаю доктора Кимова-Венера Ратовна с его плавным лазомом ветриоритисом. Лазом ветриоритис, плавающий пунктинистик, связанных в том, что основные принципы показаний и противопоказаний. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, перед тем, как начать свой доклад, хочу поблагодарить фирму Тридомет за предоставленную возможность встретиться нам все вместе, поговорить, задать вопросы. И также хочу сказать, что лазерный ветриоритис в настоящее время стал уже частью моей жизни. Себе сейчас уже тяжело представить, как мы раньше жили без него. Это я могу сказать просто вот действительно вот от всей души. Высокая актуальность темы плавающих помутнений в стекловидном теле заключается в высоком проценте обращений пациентов. Вы многие сидите на приеме и знаете, что где-то из 7 из 10 пациентов или там примерно, можно сказать, 76 процентов пациентов жалуются на плавающие помутнения. Но только часть из них, по данным литературы, где-то 33 процента, считает, что эти помутнения значительные и мешают жизнь и снижают качество жизни. Также, наверное, уже слышали по данным литературы, что есть пациенты, которые даже готовы отдать один год из каждых 10 последних лет жизни и принять даже риск 11 процентов смерти и 7 процентов риска слепоты, только чтобы избавиться от этих помутнений. То есть это говорит о высокой актуальности проблемы. Мы сегодня поговорим о плавающих помутнениях, которые причиняют неудобства в повседневной жизни, могут стать физически и психологически изнурительными. Доказано, что человек воспринимает артефактную тень, которая падает на сетчатку, от плавающего помутнения. Существует три основных метода ведения пациента. Если к вам приходит пациент, и вы должны решить, что делать с этим пациентом. Раньше, я помню старые времена, даже 2-3 года назад, когда мы говорили пациенту, ну что ж, придется потерпеть, ну пока не лечим, не знаем, что делать. Второй метод – это витриктомия. И третий – это лазерный витриолизис. Мы провели обзор литературы и нашли, что именно осложнение при задней витриктомии плавающих помутнений – вот такое большое количество осложнений. Какие же показания для задней витриктомии? Прежде всего, это большие помутнения в стекловидном теле, и если нет эффективности от лазерного витриолизиса. И я думаю, не нужно противопоставлять нам лазерный витриолизис и витриктомию. Потому что если один метод не помогает, всегда нужно обращаться к витриолитинальным хирургам. Об этом поговорим позже. Итак, в связи с этим, по данным литературы и собственных уже, знаете, за два года почти наработанных методов, можно сказать, что яг-лазерный витриолизис является альтернативным методом лечения, который может быть предложен для лечения симптоматических помутнений в стекловидном теле. Для успешного проведения яг-лазерного витриолизиса нужно несколько условий. Первое. Это хорошее оборудование, яг-лазер с коксиальным освещением, наличие специальных линз, правильный одвор пациентов и подготовка к операции. И грамотный, опытный специалист. Поговорим о каждом из них. Технология рефлекс – это специальная технология, которая направлена на безопасное и эффективное лечение стекловидного тела. Это точное, коксиальное или соосное освещение. Это низкий процент оптического пробоя по энергии. Это зеленый пилотный пучок. Имеется полость для охлаждения активного лазера. И также целенаправленная оптика. Необходимым условием является наличие специальных линз. Для переднего отрезка мы используем линзу Пеймана. Для среднего отрезка – это коряков 21 мм. Для заднего отрезка, особенно при высокой близорукости, можно использовать коряков 25 мм. Самое главное – это правильный отбор пациентов. Сделав уже почти 200 операций, я поняла, что это, наверное, самое главное. Нужно уметь отбирать пациентов. Значит, у пациента должны быть жалобы. Он должен постоянно жаловаться. Он должен прийти не один раз, сказать, да, мне нужно их удалить. Дальше врач должен увидеть эти еще помутнения. Далее, у пациента не должно быть ретинальной патологии. Воспаление глаз. И наличие безопасной зоны. И самое главное из этого тоже – это психологическая адекватность. Поэтому я хочу остановиться на каждом из этих пунктов. Первое. Пациент должен жаловаться. По данным литературы, 73% пациентов описали симптомы как тяжелые и очень тяжелые. У 50% были проблемы с очтением. У 30% – это средние данные, с вождением. У 12% – с профессиональной работой. Ну и 8% – с досугом. У каждого автора свои проценты. Я просто взяла такие средние. Врач должен видеть эти помутнения. Посмотрите, под буквой А, это у нас, мы сделали фотографию из видео. Это у нас СЛО, сканирующий лазер на офтальмоскопе на системе Навелас. Мы когда купили Навелас, я поняла, что мы можем это использовать. Мне это очень понравилось. Видите? Вот помутнение увеличено, а вот тень от него. Человек видит вот эту тень. Ну и ультрасонография или УЗИ, как мы говорим, помутнение, видно тоже очень хорошо. Вот это задняя отслойка стекловидного тела. Отсутствие ретинальной патологии. Мы обязаны посмотреть хорошо глазное дно, не только макулярно-областную периферию. Мы должны посмотреть, нет ли решетчатой дистрофии. Вид ретинального пучка, который дает достаточно выраженную тракцию. Ну и такую патологию, как след улитки. Некоторые соединяют решетчатую, но как-то мы еще привыкли разделять. Отдельный след улитки. Отсутствие разрыва в сетчатке. Особо опасно это клапанное с крышечкой, если еще ветеретинальная тракция есть. Если нет, то можно понаблюдать. Отсутствие такой ретинальной сложной патологии, как отслойка сетчатки. Вы видите на фотографии отслойку сетчатки с клапанным разрывом. И на ОКТ достаточно хорошо видим вот такую отслойку сетчатки. Отсутствие воспалительных заболеваний глаз. Должно пройти 2 недели после полного восстановления. Не надо думать, что вот 3 дня назад прошло и нужно взять на операцию. Нет, надо подождать. Наличие безопасной зоны. То есть у нас должно быть расстояние не менее 3 мм от помутнения до сетчатки. И не менее 3 мм. Вот последняя публикация Шаха была. Он пишет не менее 5 мм от хрусталика. Чем дальше, тем лучше. Ну и для нас будет спокойно, если у нас с вами будет пациент психологически адекватный. То есть мы должны быть немножечко и психологами. То есть если мы видим, что пациент будет требовать от нас потом 100% на исчезновение всех помутнений, с таким пациентом работать нельзя. Потому что мы с вами можем только убрать то помутнение, которое мы с ним должны ему показать, сказать, вот это мы уберем. А все остальные, которые помутнение у вас были с детства или там с молодости, они у вас останутся. То есть пациент должен знать, что будет. И сладкая ложь в очереди, видите, как много стоят, да? Ее не должно быть. Ну и грамотный специалист. Поэтому мы с вами учимся, читаем доклады, сами ездим на учебу для того, чтобы понять. И глаз у лазерного хирурга у самого тоже должен гореть и блестеть. Для того, чтобы делать добрые, хорошие дела. Грамотный специалист не возьмет сразу пациента на операцию, которая придет, например, с острой задней отслойкой стекловидного тела. Он посмотрит на пациента, как бы с точки зрения, что же случилось. Значит, первое посещение. Нужно посмотреть причину. Что может быть? Это разжижение стекловидного тела. Разжижение стекловидного тела – это разделение комплекса. Гиалуроновая кислота – коллаген. Образование двух фракций – это жидкая часть и густая. Это лакуны и коллагеновые конгломераты. Есть несколько теорий. Одни пишут, что это потери коллагена девятого. Другие пишут, что происходит деполимеризация гиалуроновой кислоты и много других факторов. То есть необходимо провести полное обследование. То есть что получается? Видите? Ровненький коллагеновый волокон. И вот они слипаются. И вот это слипание мы с вами периодически видим именно как конгломераты помутнения. Нужно определить, есть задняя отслойка стекловидного тела или нет. Перед вами две картинки. Видите? Это частичная задняя отслойка стекловидного тела. Это полная. Вот такое, предположим, мы вот такое королевское, вот я ее называю, помутнение видим. Мы должны посмотреть, от чего оно. Либо это конгломерат из-за деполимеризации гиалуроновой кислоты, или это все-таки произошла задняя отслойка стекловидного тела. Может быть смешанное состояние. То есть когда есть и то, и другое. Вот это самое неприятное для лазерных хирургов. Это значит, например, имеется кольцо вейса и конгломераты и разжижение стекловидного тела. Мы с вами уберем кольцо вейса, а конгломераты-то останутся. Понимаете, пациент-то недоволен. Второе плановое посещение. Это где-то 2-6 месяцев. Считается, что первые 2-3 месяца делать операцию после острой задней отслойки стекловидного тела нельзя. Значит, также проводится комплексное обследование. Обследуется, смотрится динамика расстояния от плавающего помутнения до сетчатки и хрусталика. И витрии ретинальные взаимоотношения. Поэтому нужно сделать ОКТ макулы, периферии и все возможности, которые у вас имеются. Мы вот такую формулу изобрели. Мне кажется, она очень удобная практически. Если она вам пригодится, можете тоже воспользоваться. Значит, это коэффициент показаний к лазерному витриолизису. Первое, жалобы пациента, должна быть жалоба. Второе, видимость помутнения. Врач это помутнение должен увидеть. Расстояние до сетчатки не менее 3. Дальше, расстояние для хрусталика не менее 3. Но и N это фактор риска. То есть не должно быть никаких изменений в сетчатке и стекловидного тела. Мне кажется, она достаточно удобная. Виды лазерного витриолизиса бывают передние и задние. К переднему относятся остатки после дисцизии секундарной катаракты. К заднему относятся кольцо вейса. Это я наиболее такие, которые сейчас удобны для лазерного хирурга, особенно начинающего. Глиальные помутнения без задней отслойки стекловидного тела. Ну и остановимся на противопоказаниях. В противопоказаниях тоже смотрите, сколько много. Это, мы уже говорили, психологические расстройства. Не берем такого пациента. Это завышенные ожидания. Если пациент думает сейчас после лазерного витриолиза, он все будет хорошо видеть и у него будет как в молодости. Пациент описан в литературе, что могут видеть ток крови, лимфоцитов, астероидный гиалоз. Мы тоже ничего не делаем. Нитеобразные помутнения в структуре стекловидного тела. Помутнения, связанные с воспалением. Симптоматические ПВХРД, разрывы периферические. Помутнения расположены на периферии. Мерцающий синхизис, наличие глоукомы, некомпенсированные. Кольцо веется не ранее двух месяцев. Слишком большие помутнения и интравитриальная геморрагия. Вот рисунок, которым я хочу уже четко показать. Значит, не берем преретинальное помутнение менее трех миллиметров. Особенно молодые люди приходят и говорят, пожалуйста, уберите, я готов умереть, уберите. Мы не можем. Во-первых, мы их не видим. Это он только их видит. Они очень нежные, легкие. Мы только видим при ОКТ, но глазом очень тяжелые. То есть мы говорим, подождем, давайте понаблюдаем. Ретро-лентальные помутнения, которые находятся очень близко, прямо за хрусталиком. Тоже не берем. Астероидный геолоз, понятно, серебряный и золотой дождь. Это мы все знаем. Помутнения, которые расположены препапиллярные. Либо вот-вот только кольцо вейса формируется, либо только что отошло. Тоже мы не берем. Прямо окулярные. Приходит пациент и говорит, очень плохо вижу, читать не могу, ездить не могу. Но оно находится над макулой. Над макулой мы не работаем. Периферические помутнения. Тоже мы с ними ничего не делаем. Они на периферии. Они так сильно не мешают, поэтому мы их не трогаем. Большие помутнения. Посмотрите на УЗИ, например, такой огромный. Так хочется пациенту помочь. Но мы должны понимать, что пациент довольным не останется, если мы не сможем ему помочь. Облаковидные помутнения. Тоже большие. Тоже для лазерного хирурга. Они как бы не сильно приемлемы. Интравитриальные помутнения. Я их сравниваю, эти помутнения, как, знаете, пирог, гусиное такое, знаете, они такое лохматое такое, особенно находятся сразу после хрусталика. Тоже мы их не можем лазером. По данным литературы, самым важным аспектом ведения пациента является разъяснительная работа и отбор. Про отбор пациентов мы поговорили, а про разъяснительную работу сейчас поговорим. Перед тем, как оперировать, надо обязательно с пациентом поговорить. Пациент не должен ожидать, что он избавится от всех помутнений на 100%. Не все помутнения могут быть вылечены, поэтому необходимо обсудить это до операции с пациентом. Нужно пациенту сказать, что одним сеансом, возможно, мы не обойдемся. Придется делать несколько, и он должен заранее знать. А то он скажет, неудачно пошла операция. А когда он уже в курсе, что у него помутнение большое, и, возможно, придется 2-3 сеанса, он уже тогда в плановом порядке к вам придет. И длительность каждого сеанса может быть различной. Это уже зависит от многих факторов. Перед лечением необходимо обсудить ожидаемый результат. Лучше всего сфотографировать или сделать видео и показать, что мы с вами убираем вот это помутнение. Прямо показать ему. Обязательно пациент должен подписать добровольно информированное согласие. Необходимо провести полный осмотр сетчатки при максимальном медрязи. Обязательно должно быть за все задокументировано. Фото, видео. Потому что потом пациент возвращается, мы им показываем. Помните, мы с вами говорили, вот оно видео. Вот это помутнение. Вот мы его убрали. Ну мне же стало лучше. Я читать могу. А вот, например, водить машину мне иногда проплывает. А это уже другие помутнение. То есть это уже совсем другая хирургия, возможно. Ну и человеку не должно быть больно. Должна быть достаточная анестезия. Пациенту надо объяснить, что будут щелчки и мигание света. Пациенту нужно рассказать, что нельзя двигать голову. Вот когда пациент уже сидит за щелевой лампой, и он думает, вот я отодвинулся, я сейчас помогу хирургу, я пододвину голову. Вот этого делать нельзя. Потому что мы с вами можем получить осложнение. Пациент должен знать. Его нужно предупредить. Пожалуйста, вот как будто замерли. Не двигать, не надо пододвигаться. Пусть лучше он отодвинется, но двигаться к врачу нельзя. Ну необходимо, конечно, окуляры все настроить, посадить удобно пациента. Ну и самим, чтобы было удобно. Успех лазерного витриолизиса может быть достигнут двумя способами. Первое. Это устранение или вапоризация полностью, помутнение. И второе. Попробовать его переместить. По данным литературы, многие сравнивают лазерный витриолизис с лазером от молнии. Ну как лазер молния. Полное устранение. Вот вы видите такое вот мультимодальное такое вот изображение. Вот здесь мы видим, мы уже к этой картиночке возвращаемся. И вот после витриолиза. Видите, все чистенько. То есть помутнения нету, помутнения нету. Вот это то, что как бы и хирург доволен, и доктор, и пациент доволен. Вот такой пациент у нас был где-то месяц назад. Его вот это вот помутнение мешало. Оно огромное на самом деле. Его невозможно удалить. Это я не знаю, сколько надо будет сеансов. И мне кажется, это может еще хуже. Он может быть. Поэтому, вот если вот здесь не видно, вот здесь был такой тяж, и вот здесь. Я его просто удалила. Он, видите, вот эта головка ушла. И он был у меня после этого три раза доволен. Я говорю, неужели не мешает? Он говорит, нет. А так как у нас сейчас под руками навелас, который я могу хотя бы использовать и именно в этих целях сфографировать, у меня сделаны три фотографии за разные периоды через каждую неделю. Его устраивает, но меня тем более устраивает, если его устраивает. Клинический случай, вот именно тот, когда мы удаляем полностью пациенту 62 года из миопии средней степени. Когда мы уже посадили пациента перед операцией, обязательно нужно хорошо навестись. Вот перед вами плавающий помутнение. Когда уже пациенту все рассказали, он сидит спокойно, мы начинаем проводить лазерный витриолизис. Нужно объяснить, что возможно придется не три, не четыре минуты, а минут двадцать, чтобы пациент сразу уже... Но нужно иногда останавливаться и говорить, пожалуйста, проглотнитесь с людьми. То есть человек должен чувствовать, что и вы, и вам тоже надо отдохнуть немножко, и он должен. Вот этот вот момент тоже очень важный. Вот этот клинический случай как раз вот тот, когда мы попытаемся переместить его. Вот это облаковидное, огромное. Пациенту отказали витрилитинальные хирурги. Он ко мне приехал из другого вообще города. Говорит, я, говорит, был уже у трех витрилитинальщиков, они не взяли. Мы думали-думали и решили просто перерезать вот этот вот тяж. Мы его. Нашли этот тяж, с помощью лазера убрали, потом нашли еще маленький, его. Пациент доволен, он три года не мог читать. Сейчас и у него это на оба глаза. Когда мы анкетирование проводим каждые три месяца, звоним всем, он нам вставит по пять баллов. То есть это говорит о том, что, ну, как бы, пациент доволен. Осложнение лазерного витриолизиса это по данным литературы. Гипертензия от 0,5 до 0,75, ретинальное отверстие со слойкой сетчатки до 0,7, незначительная ретинальная геморрагия 6,8, травматическая катаракта по снатекой процент 8,5, развитие глоукомат три случая без статистики. Но поймите, это все данные тех лазеров, которые были не приспособлены к заднему лазерному витриолизису. Понятно? То есть в настоящее время применение современных лазеров к аксиальным освещениям резко сократило количество осложнений и по данным последним от 0 до 0,1%. Я думаю, нам всем подтягиваться к этому надо. Выводы. витриолизис это перспективный, неинвазивный метод лечения плавающих помутнений. Наличие яг-лазера с к аксиальным освещением специальных линз для витриолизиса необходимо. Необходим правильный подбор и грамотный специалист. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У меня такой вопрос, выдержать больного после задней особенности психологического тела, потому что, наверное, большинство психологических и нормальных людей, они вообще смеются, и не особо настаивают на лечении. А в то же время, вот как найти вот эту золотую середину все-таки, потому что остаются и настаивают все-таки немножко психически неуравновешенные люди, как правило. Вот как эту золотую середину найти, кого брать, кого не брать, это первый вопрос. А второй, у вас наверняка, особенно в начале, когда вы начинали работать, вы потягивали пару случаев, но было незначительно кровоизлияние с сетчатки. Вот, а как вы считаете, это было за счет того, что слишком близко было воздействовать, или это за счет того, что выстрел был холостой? Спасибо, спасибо, я буду так. Ну, первый вопрос, наверное, ну, как вопрос, наверное, самый значительный, потому что здесь вот эту грань очень тяжело найти. Наверное, должно быть какое-то доверие. Понимаете, пациент должен доверять врачу. Значит, первый раз он пришел, вы видите острую заднюю отслойку стекловидного тела, вы измерили расстояние, предположим, у вас, например, 1,9 мм. Ну, предположим, да? Вы говорите, хорошо, нам надо минимум 2 месяца, но вы все-таки покажитесь где-то, наверное, недельки через 2, потому что мы же боимся чего? Отслойки сетчатки, да? Потому что задняя, острая задняя отслойка стекловидного тела, она дает клапанные разрывы, отслойки сетчатки. Все посмотрели, все хорошо, понимаете, вы с пациентом разговариваете, он к вам приходит, вы с ним должны контакт наладить. У меня недавно был пациент на букву З, не буду говорить, вы знаете, он говорит, ну я же вам сразу сказал, что мне было плохо, а я уже знала, мы всех анкетируем, что он придет. Я уже видео его приготовила. Я говорю, хорошо, присаживайтесь на большом, значит, телевизоре, показываю, как фамилия там, его фамилию, он громко, бодро говорит, и вот это помутнение, он говорит, во-во-во, оно мне мешало, жить не давало. И все-все, а он нам 3 балла поставил, обидно, синдром отличницы же, хочется же 5, вот. Я их всех вызываю, этих троечников. И он говорит, вот оно, мы все убрали, я говорю, видите, оно ушло, ушло, так оно же ушло, а другое, я говорю, о, все, значит, хотя бы 4 балла, понятно, да? А почему? Хорошо, мы пошли с ним дальше видео снимать. Оказывается, у него сильное, облаковидное, и оно у меня в тот раз было тоже снято. Я говорю, а помните, я вам говорила, что у вас, кроме вот этого помутнения, есть еще облаковидное? Он говорит, конечно, помню, так вот оно осталось. А почему вы его не уберете? Я говорю, оно, знаете, почти впритык с хрусталиком. Все, инцидент исчерпан. То есть, по идее, нам тоже нужно, наверное, войти в положение пациента. Он вот тоже зря же не будет. Другое дело, да, если они там немножечко психологически ненормальные, как-то надо, наверное, найти вот именно с расстоянием, может быть, понятно? То есть, как-то так уладить. В общем, это уже на совести как врача, так и пациента. Насчет осложнений. У меня было два осложнения, я как-то уже говорила. Значит, я пациентке сказала сидеть спокойно, но я тогда и сама не понимала. Только на собственных ошибках можно научиться. Вот сейчас я всем говорю. Вот замерли. Вот если отодвинулись, не вздумайте только мне. Потому что вот тот случай был. Я говорю, вы почему двигаете? Она говорит, я хотела вам помочь. Мне помогать не надо. Понятно? Она сама осознанно сдвинулась, и у меня получилось микрокровозлияние. Я ее зафиксировала, я за ней слежу, все хорошо, все прошло, но это неприятно. И второе, у меня была десцизия вторичной катаракты. Пациент говорит, так я лучше видеть стала. Понятно? Мне плохо, ей хорошо. Потом недельки через две я сделала десцизию, дальше уже и все хорошо. И все красота, но у меня идет это как осложнение. Вот два пока осложнения, и то это было где-то вот в первые месяцы работы, это 16-й год. Но все равно мы с вами ходим как бы по краю лезвия. Надо всегда помнить, что хирург, он всегда работает с самым мощным оружием. Понятно? И пациент, его благосостояние зависит от нас. Еще если есть вопросы, если я время не перебрала. Не стесняйтесь, задавайте. Раньше, в старые времена, когда мы не занимались ОКТ-периферией, мы, честно говоря, эту невидную дистрофию закрывали всегда. Ну вот так, грех такой. Сейчас мы делаем обязательно ОКТ-периферию, смотрим. Если, если осложненный же, если не тянет, если нет тракции, не надо ее трогать. Бог с ней. Наблюдайте только за ней. Если там есть тракционный синдром, конечно, ее надо, но это надо дифференцировать. Поэтому нужен хороший специалист по ОКТ-периферии. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ